Несмотря на то, что зима уже в самом разгаре, я решила записать для вас ролик, где расскажу все про уход кожи зимой. Уж слишком много вопросов я получаю от вас на эту тему. С вами я, Елена Чернярская, вы на канале Линей. Действительно, зимой кожа ведет себя очень капризно. Покраснение, шелушение, дряблость, морщинки, все это свойственно в холодное время года. И часто после зимы кожа в таком состоянии остается еще надолго. Почему так происходит? Вы наверняка замечали, что когда вы выходите зимой на улицу в морозное время, вы сразу начинаете хуже выглядеть. Лицо становится как будто бы обвислое, скукоженное, появляются морщинки. И потом, когда заходите в помещение, лицо как будто бы наполняется, оно расправляется, раскрывается, как бутон цветка. Почему так происходит? Дело в том, что организм продумал именно такую систему согревания. Когда капилляры, которые подходят к коже лица, они сужаются и происходит отток крови от кожи, от верхней поверхности тела. Когда кровь отхлынула от кожи, она не будет в этот момент получать питательных веществ. Она не будет получать в этот момент кислорода. И, соответственно, вид у нее будет действительно тусклый и немножечко сморщенный. А как только вы заходите в помещение, сразу же приходит хороший кровоток, лицо наполняется и морщинки расправляются. А вот теперь представьте, если вы долгое время находитесь на холоде, соответственно, ваша кожа не будет дополучать нужного количества крови, питательных веществ с ней. Оттуда и все проблемы – морщины, тусклый цвет лица, шелушение и сухость. Какой выход из этой ситуации? Необходимо усиливать кровоток самостоятельно и намного чаще делать и интенсивнее, чем летом. Для этого вы можете просто выполнять щипковый массаж лица, который я показала здесь на экране. Следующий момент, который проявляется в зимнее время – это высыпание. прыщи, которые обычно скапливаются в области нижней части лица, либо отек и второй подбородок также могут усиливаться в зимнее время. Связано это с тем, что мы переохлаждаемся и получаем воспаление лимфатических узлов, в частности подчелюстных лимфатических узлов. Они будут хуже работать, хотя мы можем этого даже не заметить и не почувствовать. Если будут работать плохо лимфатические узлы, которые находятся на зоне околовушной и подчелюстной, то жидкость не будет в должной степени удаляться. Будет накапливаться отек в виде второго подбородка. Это первое. А второе – все продукты метаболизма клеток, токсины, бактериальная флора, она будет стоять в месте лимфы в области лица. И так как она не сможет утилизироваться привычным и нужным ей образом, она будет выходить через ближайшие доступные ей пути, то есть через кожу в виде прыщей и высыпаний. Как быть? Просто, пожалуйста, тепло одевайтесь. Не забывайте про существование шарфа, шапок. И как бы вам не хотелось сохранить прическу, используйте капюшон как минимум. Важным моментом является еще и то, что в зимний период снижена выработка кожного сала. Ну, это понятно, и мы это все прекрасно понимаем. А кожное сало входит в состав вот этого барьера липидного слоя кожи, который защищает ее от потери влаги. И сколько бы мы не увлажняли лицо, если слой гидролипидной мантии будет нарушен, то мы будем постоянно чувствовать сухость и обезвоженность кожи лица. Как быть в этом случае? Конечно же, весь свой уход направить на сохранение, восстановление гидролипидной пленки кожи. Во-первых, умывание. Умывайтесь, пожалуйста, только мягкими средствами, в которых павы заменили на какой-то сорбент. Например, наш гель для умывания со спирулиной. Он прекрасно очищает, при этом абсолютно не нарушает липидный барьер кожи. Очищает он благодаря способности спирулины абсорбировать на себе частички грязи, пыли и потом смываться с лица вместе с водой. При умывании таким гелем вы не заметите проблем сухости, шелушения, стянутости кожи. И, конечно же, это основа всего ухода. Обязательно к использованию средств для восстановления гидролипидной мантии кожи. Это такие средства, которые содержат жирные кислоты. Например, наше масло коноплит для лица, в которое добавлено для усиления эффекта. Эфирные масла очень важны для омоложения кожи. Это натуральное средство, которое является рекордсменом в содержании омега-3,6,9, а также в количестве антиоксидантов. Благодаря такому богатому составу масло не просто питает и увлажняет кожу, но и усиливает свойства регенерации, благодаря чему кожа омолаживает, становится более плотной и упругой. Наше масло можно использовать и как отдельное средство в качестве маски, крема, делать на него массаж, так и по капелькам добавлять в свои кремы, шампуни, различные сыворотки, маски. Тогда это будет полноценный продукт, особенно для зимнего ухода. Еще момент. Сухой воздух зимой в помещениях и на улице, перепады температур, отопительные приборы. Все это сказывается на состоянии микробиома кожи. Он нарушается. Кожа становится сухой, появляются мелкие морщины, цвет лица портится. Поэтому, конечно же, микробиом нужно восстанавливать. Точно так же, как мы заботимся о микрофлоуре нашего кишечника, мы должны позаботиться и о микробиоме нашей кожи. Для этого я рекомендую использовать специальные средства спреи с пробиотиками. Например, наша маска ProBio идеально подойдет для зимнего ухода. Она содержит в себе пребиотики, которые мы получаем сами, из продуктов брожения сибирских красных ягод, а также лизаты, которые являются прекрасной средой для формирования здорового микробиома. Хочу еще отметить губы. Они, в принципе, не содержат сальных желез. И поэтому все сало, которое получают они для увлажнения и защиты, получается от области вокруг губ. Но зимой, когда и так снижена выработка кожного сала, губам практически ничего не достается. И они быстро сохнут и трескаются. Мой совет, когда вы ухаживаете за лицом, все те косметические средства, которые вы наносите, наносите также и на область губ. И, конечно же, обязательно используйте бальзам для губ. Разумеется, только с натуральным составом. Не забывайте, что весь состав с губ попадает непременно к вам внутрь в организм. Кстати, в наш бальзам мы добавили еще и живицу кедровую, мед и другие полезные вещества, которые помогут быстрому заживлению трещин, устранению сухости и, конечно же, помогут при обветривании. И самое важное, его вы можете использовать даже для самых маленьких деток. Соблюдайте эти простые правила, и вы увидите, что кожа обязательно скажет вам спасибо в виде сияния красивого цвета и наполненности. А с вами была я, Елена Чернязская. Всем пока!